Вячеслав Климов показывает вегетарианский стол. Вячеслав, можете повторить, что это еще? Вот колбаски всякие, да? Это что за колбаска? Ну, вегетарианская колбаса. Она даже не вегетарианская, а веганская. Веганская колбаса. Она только внешне. Она продается, я такое видел при магазинах Джаганат, вегетарианские кафе и веганские магазины, продающие продукты питания. Также вот сыр, это я не знаю. Сыр веганский тоже. Веганский сыр. А вот это что такое? Это веганское мясо. Веганское мясо, стекстурированное мясо из сои. А это что такое? Это тушеные кабачки, тушеные баклажанчики. Это на пару кабачки и баклажанчики. Вот это вот что такое? Это чеснок. А, чеснок, вот. Типа черемши. Черемши это. Ага, дорогие друзья. В общем, вегетарианцы собрались. И что вы хотите сказать? Сыр гауда веганский. Гауда веганский. Можно жить и есть вот так вот. Да, помаса с салями веганский. Ну, наша задача, чтобы вас немножко удивить и сказать, что, ребята, жить можно. То есть не думайте, что мы вот с Тамарой уже 25 лет. Вот только такими листьями с утра и до ночи. 25 лет веганами. То есть питаемся только растительной пищей. То есть у нас нет ничего, никакого животного белка. И обратите внимание, хлеба нет, злаков здесь тоже нет. То есть у нас беззлаковое, чисто растительное питание. Которое, ну, поверьте, 25 лет живем и, в принципе, хорошо существует. А чем плохие злаки? Там глютен. Про глютен, вот мы уже беседовали с Александром. Глютен вызывает воспаление мозга. И открытием Александра было что? Что первое, что деградирует в человеке, это мозг. Правильно? А раз мозг первый деградирует, надо найти механизм деградации. Сначала ум, а потом мозг. Мозг это структура. Ну, я имею в виду, прежде всего, кора головного мозга. Ну, она недоразвития. Вообще голод, голод это страшная вещь. Он включает недоразвитие плода у беременных. А недоразвитие плода, она выключает. То есть, становится очень быстро, неотеннее возникает. И быстрая смена поколений, и недоразвитие уже ребенка идет. Маленькие росты, недоразвитие мозга и психические функции недоразвития. Я могу просто добавить в теорию инволюции Белова, Александр, то, что моим находкой является, что запускающим механизм деградации мозга являются злаки. Они вызывают воспалительный процесс. Воспалительный процесс вызывает беспокойный ум. А беспокойный ум не позволяет понять божественную задачу, божественную нету. То есть, получается, что человек, казалось бы, скушав злаки, которые по своей сути, ну, вроде безобидны, но там есть вещества, которые, так как злаки не хотят, чтобы их кушали, они выделяют вещества, которые препятствуют их усвоению. Это глютен. Глютен вызывает воспаление не только кишечника, но и мозга. И вот этот воспалительный процесс мозга, он и запускает механизмы деградации. Сначала человек неправильно думает, потом он становится эмоционально избыточно, неуравновешенным, а потом приводит к неправильным действиям, неправильным поступкам. Вот это и есть механизм деградации. То есть, глютен – это механизм сопротивления злаков, чтобы их поедали? Чтобы их не кушали. Вот. И вообще, любой биолог скажет, что любое, а именно однолетнее растение вырабатывает всегда вредные вещества, чтобы их не кушали, потому что такой механизм защиты. И в этом смысле человек не должен кушать однолетние растения, он должен кушать только многолетние. Ну, это в идеале, понятно, что это в идеале. Как бы ты многолетние растения? Многолетние. По крайней мере, двухлетние. Ну, просто многие однолетники, которые мы думаем… Мы же его выкапываем на сезон, сажаем и выкапываем. Многие как бы однолетники, а на самом деле многолетники. Помидор – многолетник, перец – многолетник, капуста – вот эта вся зелень – двухлетники. То есть, все растения в основном двухлетники, а их даже огурцы оказываются многолетними. То есть, просто у нас они замерзают и не могут быть многолетними. Вот. То есть, посыл такой, что кушайте, дорогие друзья, вегетарианское. И, в общем, не думайте, что это вас… Александр, вот ты как вегетарианец, ты вот себе такой же приблизительно стол готовишь? Ну, скажем, я не знаю, там вот, ну, или не в таком количестве и не в таком разнообразии, но вот что-то из этого ты делаешь? Ну, практически ничего. Ничего, да. Такого нет. На самом деле, у меня все проще. Гораздо каши, бездрожжевой хлеб, лаваш типа. И чего, творог вот не магазинный, а, собственно, сделанный путем нагревания молока до пузырьков, потом пол-лимона туда на 2 литра. Он очень прекрасный творог. И, в общем, это белок. И что еще? Огурцы. Ну и все, вот, пожалуй, все. Ну, я не хочу, конечно, разочаровать Александра, но, как мне сказал Отец Небесный, употребление любого животного булька делает доступной к вашей души нечистую силу. Скажи это людям, люди этого не знают. Поэтому даже молочный белок делает сбой программы. У нас идет сбой человеческой программы. Человек чисто растительное ядное существо. Животный белок, он препятствует... Ты начинаешь подключаться к программе коровы. Потому что молоко, это программа... Но она легко программируется. Корова, вот ее в старину маги, они же программировали корову, как и шаманы, грибы, они же их... Ну, давайте кушаем. Ну, хорошо, ладно. Давайте пожелаем всем приятного аппетита. В общем, вегетарианцы... Да, поблагодарим Всевышнего и Мать-Землю за те дары, которые она предоставила нам. Пусть пища будет освящена и станет Святым Духом. Да. Вот так.